А вот насколько серьезной является проблема пьянства в России, об этом мы поговорим с Михаилом Савой, российским политологом, доктором политических наук, профессором Кубанского государственного университета. Михаил Валентинович, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько серьезна проблема пьянства сейчас в России? Серьезна, она всегда была серьезной. Сейчас эта проблема обострилась. Если верить данным официальной статистики, хотя верить им не нужно, точнее верить им нужно очень осторожно, они переуменьшают проблему. За первое полугодие этого года употребление алкоголя выросло в России примерно на 9%. Аналитики говорят о разных причинах, в том числе российский средний класс намного меньше стал выезжать за границу. Практически не выезжает, за исключением случаев миграции. А вот эти выезды приводили к тому, что очень много алкоголя выпивали там, на выезде. По принципу все включено. Поскольку не выпивают там, сейчас начали пить уже непосредственно в России. Но эта проблема не только населения. И, кстати, Владимир Путин говорил об этой проблеме почему-то с главами далеко не самых пьющих регионов. Владимирская область, Кировская область, с губернатором которой он тоже обсуждал эту проблему, не возглавляют список. Его возглавляют субъекты Российской Федерации, Дальнего Востока, Пензенская область. То есть то, что он заговорил об этой проблеме, показывает, что он увидел какие-то конкретные примеры. Не статистика общенациональная его беспокоит. Не статистика по регионам. Он увидел какие-то конкретные примеры в своем окружении. И вот здесь есть действительно очень серьезная проблема. В 2022 году представители российской власти стали пить существенно больше. То есть это уже проблема, которая приводит к ослаблению исполнительской дисциплины. К тому, что вот эти путинские кадры становятся все менее работоспособными. Ну и говорить нужно не только о проблеме алкоголизма. Несколько журналистских расследований взорвались как мини-бомбы и показали, что российская элита, в первую очередь пропагандистская элита, так плотно сидит на кокаине. Ну, например, Антон Красовский, директор русского вещания пропагандистского канала Russia Today. Или Владимир Соловьев, известный пропагандист. И эти примеры можно продолжать. Известен скандал с кокаиновыми чемоданами, которые переправляло российское посольство в Аргентине, и которые были задержаны. Вот почему именно кокаин, кроме алкоголя? Ну, потому что этот наркотик дает человеку чувство превосходства над остальными, чувство такого куража, агрессивность. Ну, это как раз те инструменты, с помощью которых сегодня работают российские пропагандисты. А мы можем говорить о каком-то обострении, ну, например, с употреблением алкоголя высшим чиновническим составом? Да, мы можем говорить именно об обострении, которое произошло в этом году. И это, безусловно, связано с войной в Украине. Эти люди оказались в нескольких стрессах. Во-первых, они не понимают, что происходит. Никто, что называется, не предупредил о том, что будет война, о том, что российскую армию будут бить, о том, что она будет терпеть поражение, о том, что Киев не возьмут за три дня. Все это абсолютно не укладывается в их картину мира. Ну, чиновники тоже смотрят телевизор, они тоже иногда искренне верят в то, что видят по этому телевизору. Вторая проблема – это то, что они получают абсолютно невыполнимые поручения, в том числе от Путина. Вот нужно взять Киев за три дня, а это невозможно. Но, не выполнив это поручение, они получают следующее такое же невыполнимое поручение. И это требует какого-то выхода. Ну, какой может быть выход у этих людей? Замсекретаря Совета Безопасности, бывший президент России Медведев, он просто пьет уже столько, что это стало опасно для его здоровья. И Путин дал указание просто не наливать Медведеву, что называется. О Медведеве, да, давно уже поговаривают. Скажите, пожалуйста, кто еще, может, уже стал на такой же путь заливания себя, вливания в себя большого количества алкоголя? И, по сути дела, о чем это говорит? О том, что Путин теряет людей, на которых он может положиться? Да, речь идет не только о первых лицах. Они пьют достаточно много, но, что называется, не публично. И только в редких случаях, как в случае с Медведевым, это выходит на поверхность. Но достаточно много исполнителей. Исполнителей, которые относятся к первому, второму кругу приближенных Путина, тоже встали на этот, что называется, пагубный путь. Именно поэтому аналитики говорят об алкоголе, как об одной из причин потери управляемости российского режима. То есть им просто некогда работать. Они путанно докладывают. Они теряются в мыслях. Они не могут подготовить элементарную аналитическую записку, просто потому, что почти постоянно находятся вот в этом состоянии алкогольного опьянения. Это стало нормой для людей, которые обслуживают режим Путина. Мы тут совсем недавно в эфире с Геннадием Гудковым общались, с российским оппозиционным политиком. Наверняка знаете, о ком идет речь. Так вот, он сказал, что в России ежегодно алкоголь становится причиной порядка полумиллиона смертей. Это правда? Да, это правда. Это достаточно давняя тенденция. При этом, если верить официальной статистике, за последние 15 лет потребление алкоголя в России сократилось примерно на 45%. Но я в самом начале сказал, что верить официальной статистике очень сложно, потому что она и в России, и в Украине, и в других странах, как правило, не учитывает нелегальный алкоголь. То есть, эта статистика, которую использует Всемирная организация здравоохранения, основана на докладах национальных органов власти. Там сколько везли алкоголя, сколько произвели алкоголя, но его еще и гонят дома, особенно в сельской глубинке. И вот этот дополнительный алкоголь составляет от 30 до 50% всего произведенного. Поэтому, если в России официальная статистика говорит об 11 литрах на человека в год, то мы можем уверенно добавить к этим 11 еще литров 5. Это уже серьезный показатель, который выводит Россию на лидирующие позиции в списке стран-алкоголиков. Ничего себе. Ну, просто на таком фоне те потери, которые сейчас российские оккупационные войска несут на украинской территории, а это порядка 50 тысяч человек убитыми, да еще и я осмелюсь предположить, что больше сотни ранеными, на фоне статистики в 500 тысяч человек ежегодно от алкоголя звучат, ну, как-то не особо убедительно. Ну, на самом деле цифры потерь от алкоголя абсолютно обоснованы, убедительны. Они выглядят, что называется, недостоверными только в ситуации, когда человек не знает вот этих соотношений. Сколько гибнет на войне, сколько гибнет от алкоголя, сколько гибнет от автомобильных катастроф. В автомобильных катастрофах и Россия, и Украина теряют больше, чем теряют на войне, но от этого трагедия войны не становится меньше. Просто таковы реалии современной технологической жизни. Ну, а что касается алкоголя, то технологии тут абсолютно ни при чем, конечно. Тут главную роль играет вот та самая относительная депривация, говоря научным языком, а говоря простым языком, чувство несправедливости происходящего. Когда человек видит, что его ожидания, то, чего он хочет, и реальность, то, чего он реально может получить, абсолютно не совпадают, возникает та самая относительная депривация. Кто-то в результате выходит на баррикады, а кто-то начинает пить. У каждого свой выход. И в России вот этот выход направлен в сторону алкоголизации. Михаил Владимирович, а вот так всегда было, когда только в России была завезена водка, и начали употреблять крепкие алкогольные напитки. До этого мы же знаем, что пили медовуху, то есть что-то полегче, по 16-18 оборотов. Вот когда появилась водка, то это мгновенно стало инструментом для управления массами, и таким образом легче было контролировать и направлять свой народ в нужном направлении. А как в этой ситуации, когда уже даже в Кремле видят, что мужик пьет, и это проблема, как сейчас сможет измениться рынок в России? Будут запреты? Будет введен так называемый сухой режим? Как вы видите возможное решение этой проблемы? Ну, то, что мы слышим от представителей российской власти, показывает, они не рассматривают вариант запрета алкоголя. Сухого закона точно не будет. Потому что есть опыт антиалкогольной кампании 80-х годов прошлого века в Советском Союзе. Я ее, кстати, помню. Сам был в студенческие годы членом общества трезвости. Это ровно ни к чему не привело, за исключением того, что алкоголь более-менее качественный был заменен паленым алкоголем. То есть люди все равно продолжают пить. Сейчас российская власть делает упор, как мы видим из разговоров Путина с губернаторами, на пропаганду здорового образа жизни. Это стратегия, которая приносит результаты только для очень узких социальных групп. Если говорить о той стратегии, которая действительно может эту проблему не победить, но тем не менее ввести в какие-то рамки, то это стратегия общего повышения качества жизни. Когда человек оказывается в социальной среде, где пьют мало, где другие ценности господствуют, ну там ценности личного успеха, благополучия, хорошего дома, хорошей машины, и все это можно не украсть, а заработать, вот тогда процент алкоголиков действительно начинает уменьшаться. И, кстати, Россия тоже подтверждает эту тенденцию, поскольку в относительно благополучные годы нефтяного бума процент потребления алкоголя снижался. Но для современной России такая стратегия невозможна. Вот в чем проблема, в том числе и путинского режима, и народа России в целом. Система международных санкций приведет, безусловно приведет, к деградации экономики, а это значит к бедности. То есть вот этот стратегический путь решения проблемы алкоголизма для России уже закрыт. И до отмены санкций зеленый светофор не загорится. Спасибо большое. Да, на самом деле перспектива для мужика из российской глубинки не очень. Пока денег не начнут зарабатывать, пить не перестанет. Так получается? Получается так. Во всех странах именно так оно работает. Михаил Валентинович, большое спасибо за комментарии. Ну, судя по всему, статистика и этих потерь будет увеличиваться в ближайшее время. Спасибо. Михаил Сава, российский политолог, доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета, был с нами на прямой связи. Спасибо.